МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продовольственная безопасность в рамках Евразийского экономического союза. Традиции и инновации в работе с молодежью специалистов ДОСААФ. Выставка династии художников Маковских в музее Белыминского Берули в Могилеве. Итоги благотворительного марафона в помощь детям. И замещающие семьи для одиноких стариков. Это программа днями и я, Екатерина Городницкая. Здравствуйте! Государство Евразийского экономического союза полностью обеспечено семенами и продовольствием. Об этом заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. По зерну обеспеченность составляет 148%, по мясу и молочной продукции – стопроцентная обеспеченность внутреннего рынка. Теперь главное улучшить не только количественные, но и качественные показатели. Чтобы обсудить проблемы развития семеноводства, за круглым столом Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках собрались члены Евразийской экономической комиссии. Итоги интеграционной работы на пространстве Евразийского экономического союза в вопросах обеспеченности семенами и продовольствия подвели руководители Министерства сельского хозяйства, представители учебных учреждений и бизнеса стран ЕАЭС. «Сейчас стоит вопрос не просто произвести требуемые объемы, а какой ценой это все дело делается. И, безусловно, задачи повышения эффективности сельскохозяйственного производства выходят на передний план. И в этом, вот непосредственно отвечая на ваш вопрос по селекции семеноводства, мы должны обратить внимание, что урожайность, а значит и эффективность, а значит и себестоимость производства тех или иных видов сельскохозяйственных культур во многом зависит от качества семян. И вот в этом плане нас, конечно, беспокоит о том, что на 1 миллиард в среднем долларов закупается продукция семеноводства из стран вне Евразийского экономического союза. Наша взаимная торговля между странами, пяти странами Евразийского экономического союза составляет порядка 100 миллионов долларов в год. То есть мы продаем семена друг другу. И экспорт порядка 45 миллионов долларов, значит, ежегодный составляет семеноводческой продукции. Мы полагаем Евразийской экономической комиссии, что у нас достаточно научного, образовательного потенциала и того задела, которое имеется у селекционеров, для того, чтобы производить больше качественного семенного материала и таким образом практически полностью уйти от импортной зависимости, вот решать эти вопросы. И даже семеноводство может служить достаточно серьезным таким направлением экспорта в страны дальней дуги. Мало произвести качественные семена, нужно сохранить их характеристики. Важно донести до хозяйств, что необходимо переходить на новые технологии и расширять перечень пассивных культур. Среди ключевых вопросов также проблемы импортозамещения. В этом направлении ведется основная работа. Так в прошлом году комиссия утвердила перечень критических импортозависимых семян. И мы сейчас на пути разработки рекомендаций, каким образом сделать, чтобы эту импортозависимость по этому перечню сельхозкультур снизить. Это достаточно большая кработливая работа. Это не сможет делаться за один год, потому что это и наука, и ОКР, это и бизнес, и это и маркетинг, коммерциализация и так далее. Участники круглого стола договорились о долгосрочных кооперационных связях между странами ЕАЭС. Обсудили создание общего рынка семян. Так делегация Евразийской комиссии торжественно открыла выставочный зал филиала Национального банка генетических ресурсов растений. Это крупнейший филиал в Беларуси, где собрано более 6 тысяч растений, в том числе лекарственных, экзотических и оранжелейных. Больших претензий к селекционерам нет. Есть и оригинальные, есть где-то берутся первые образцы, значит, может быть, по импорту. Но то, что касается уже непосредственно после суперэлиты, вот размножение дальнейшее, оно страдает. Потеря качества есть. Идет потеря качества, и хозяйство начинает сеять уже низкими репродукциями. Особое внимание сотрудничеству вузов, ведь именно научная молодежь способствует инновационному развитию сельского хозяйства. К примеру, Белорусская государственная сельхозакадемия в этом году открывает три новые специальности. Это будут биоинженерные технологии, так называемое точное земледелие. Специалисты будут уметь обращаться с этими высокотехнологическими процессами. Это специальность промышленное садоводство и фитодизайн. Это так называемые наши декораторы, ландшафтники. Академия также будет выпускать специалистов органического земледелия. Направления актуальные и востребованные. Тем более, что подготовка будет идти не только в лекционных залах, но и на практических площадках. Делегация Евразийской экономической комиссии убедилась в этом, посетив учебные лаборатории Академии, школу-ферму и кафедру их теологии и рыбоводства. Реклама Областное отделение Белорусского детского фонда подвело итоги благотворительного марафона «Согреем детские сердца» в рамках республиканской акции «Наши дети». За это время в регионе было собрано больше 115 тысяч рублей. Их направили на помощь детям, но и это не все. Во время проведения республиканской акции «Наши дети» на счет Белорусского детского фонда от неравнодушных людей поступило больше 30 тысяч рублей. Половину этих денег потратили на оснащение Могилевской санаторной школы-интерната для детей, больных сколиозом. О помощи расскажет Юлиана Шлыкова. В этой школе свой недуг ребята лечат даже на уроках. Матвей приехал с Климовичей. Сколиоз мальчику диагностировали несколько лет назад. Лечились самостоятельно, но в третьем классе решили довериться специалистам Могилевской санаторной школы-интерната. Для большинства детей уроки проходят на специальных кушетках. Подарком школе от Белорусского детского фонда стали 26 новых кушеток, которые помогают скорректировать позвоночник. В Могилевской школе для детей, больных сколиозом, сейчас обучаются и лечатся больше ста детей со всей области. С третьего по девятый классы. А те ребята, кто учится за партой, носят корсет. У кого третья степень, чтобы вылечить сколиоз, и у тебя спина не болела. Такая же мечта и у Даши. В школе, где лечат сколиоза, научатся второй год. Мама говорила, сиди ровно. Я, конечно же, не слушала. И теперь тут хочется быстрее выздороветь, поэтому стараюсь сделать все, что назначено. По статистике, сколиозом страдает около 5% детей. Специалисты говорят, во многом виноват досуг современных школьников и неумение держать спину. В этом деле очень важно проводить самодиагностику, отмечают врачи. Обращать внимание на асимметрию тела ребенка, плечевые выступы, углы лопаток. Главное – это предотвратить его прогрессирование, его время обнаружить. Это очень важно, потому что некоторые формы сколиоза, они быстро развиваются, и тогда уже сложно его лечить, либо как-то приостановить. Сколиоз не вылечишь таблетками. Важна долгая и упорная работа над собой. На помощь в борьбе за ровную спину ребятам приходят массаж, плавание ЛФК, занятия на тренажерах и стрельба из лука. Этот спорт, как никакой другой, заставляет работать необходимые мышцы. В первый раз, когда мы приходили, было удивление, что мы будем стрелять. Мы обрадовались. Ну и в первый раз мы решили пострелять. Не сильно точно, но у нас получалось. Мне очень нравится заниматься стрельбой, ведь мы тренируем точность, это в развлекательных целях, ну и лечим спину. Но если консервативные методы не приносят результат, врачи запускают ортопедический режим. Это тот самый корсет шино, о котором рассказывали ученики. Его носят до совершеннолетия. И в отдельных случаях он помогает полностью выровнять ось позвоночника. Результат нашего лечения очень заметен и он характерен. Даже потому, когда мы проводим анализ прибывших детей и по выпуску, по сравнению, у нас значительные положительные эффекты. А еще разгрузить позвоночник и увеличить тонус мышц как раз и помогают специализированные кушетки. В новом оборудовании уже можно регулировать угол наклона, положение рук и тела индивидуально для каждого ребенка. На специализированное оборудование Республиканский детский фонд направил 15 тысяч рублей. Считай половину средств, поступивших от неравнодушных людей на специальный счет Белорусского детского фонда в период республиканской акции «Наши дети». И я думаю, что действительно это очень важно, потому что ребята находятся в ситуации каждодневной проблемы. И чтобы их жизнь стала комфортней, я думаю, что это очень правильно, потому что то, что мы смогли за эти средства приобрести и оборудовать практически два учебных класса, потому что дети находятся в классах именно на специализированных кушетках, ну, наверное, это правильно для того, чтобы мы видели, что их условия стали лучше. Помощь школе положила начало масштабному обновлению. В ближайшем будущем здесь планируют заменить на современные кушетки оставшиеся деревянные кровати. А Белорусский детский фонд продолжит своими добрыми делами согревать детские сердца. Итоги областной благотворительной акции этими днями подвели в Могилеве. На 10-м юбилейном марафоне было собрано более 115 тысяч рублей. Это средства, которые поступили на благотворительный счет Могилевского отделения от неравнодушных людей. Все участники благотворительного марафона согреем детские сердца, а это предприниматели, крупные предприятия, коллективы, учреждения здравоохранения, образования, культуры и других организаций получили признательности. В их числе и телерадио «Компания Могилев». Это доказало, что концепция вот такого внимания со стороны общественности, со стороны всех жителей Могилевщины, категории детей, детей-сирот, детей-инвалидов, те, где-то, которые так требуются сегодня наше внимание, вот она работает. Неравнодушных к проблемам детей стало больше, отметили на торжественном мероприятии. Это лишь передает оптимизма и желание благотворителям двигаться дальше. В Могилевской области сейчас 44 замещающих семьи для пожилых людей. Когда человек в старости остается совсем один, то на помощь ему может прийти семья. Не родственников, но тех, кто хочет и может позаботиться о жизнеустройстве стариков. Наша история о том, как о Марии Савельевне Паладенко заботится семья Манкевичей из агрогородка Стайки Кировского района. Кстати, Марии Савельевне 93 года, а она на память читает стихи хозяйки дома Али, когда та приходит с фермы и садится выпить с бабушкой чаю. Это бабушка Мария Савельевна Паладенко. Ей 93 года. Мария Савельевна говорит, что 90 лет пролетели, как одно лето, но уверяет, что все помнит. Работала санитаркой в Дубской больнице, а после смерти мужа ее забрала к себе на Кировщину родственница. У нее была подруга и соседка Алла Манкевич. Именно она теперь заботится о Марии Савельевне. Мы бабушке предложили, бабушка, если вас никто не заберет, пойдите к нам жить. Она сказала, пойду. И сколько она у вас уже живет? А вот в апреле будет ровно два года, два года живет она у нас. Это уже помимо того, уже постоянно она у нас два года живет. Теперь все это похоже на обычную жизнь для сельской местности, где пожилые люди, дети и внуки живут вместе, ухаживают друг за другом и помогают друг другу. Но это еще и форма социальной помощи, замечающая семья. Ну, мне вообще спрашивают сюда, зачем вы это делаете? Ну, она мужик родня, мы же жили разом. Она наша бабушка. Ну, не знаю, мои дети какие любят, и внуки. Не знаю, правда бабушка? Я говорю, расскажите, как вы живете у нас. А-а-а. Ну, уже живет, положено. На чем держатся замещающие семьи? На личных историях, жалости к старикам и человеческой доброте. Бабушка, она хорошая, она, знаете, она сама одевается, она сама постельку застилает. Когда-нибудь под настроение посуду помыла, ну, если давление там не скачет, посуду. Ну, бег приболеет, конечно, тяжковато, но ничего, она не капризная. Знаете, она такая терпеливая. Бабушка болит что-нибудь, она ничего умеет не болеть. Что ты хочешь? Мне говорят, 90-х годов, что ты хочешь? Замещающая семья – это совместное проживание и ведение общего хозяйства. Это как будто в семье появляется новый человек, даже если он не родственник. Пенсия или ее часть отправляются в общий бюджет, и все вместе живут, лечатся, питаются и так далее. Но работники Центра социального обслуживания населения Кировского района считают, что материальная часть замещающей семьи существенной роли не играет, а больше чувства. Вот это взаимопонимание, отношение и дружественность между ими – это самое главное, я считаю. Потому что даже если бабушка очень рада и довольна всегда, и она под таким впечатлением, когда начинаешь спрашивать, а что вас привело, а как вы здесь, и что, она улыбается, и она рассказывает это с очень таким открытым сердцем, улыбкой, душой. И это говорит о том, что бабушке здесь нравится, и это очень все прекрасно. Пока хозяйка делает напитки, бабушка гостям читает стихи. Ты слышишь, растие напелы, что в небе камни и поют. Если честно, Аля уже приходилось досматривать больных родственников. Да, она и привыкла на жизнь не жаловаться, а работать. Да, ярко на ферме, потом собственное хозяйство. Она надеется, что ее пример будет уроком для детей и внуков. Можем они, дети, внуки, глядят на бабушку свою, тоже своих родителей будут любить, жалеть. Ну, надо пример показывать. Сегодня в Кировском районе три замещающие семьи. В этом году планируется появиться еще одна. Количество таких семей для стариков в регионе увеличивается. В прошлом году их было три десятка, сейчас немногим меньше полусотни. Да, их немного, но те, что соглашаются досматривать стариков, ответственные и доброжелательные люди. Воспитание спортивных и по жизни активных граждан, подготовка кадров массовых технических профессий, раскрытие творческого потенциала молодежи, Республиканское государственно-общественное объединение ДСАФ отпраздновало свое 95-летие. На протяжении всех этих лет объединение играло важную роль в жизни общества, укреплении обороноспособности страны. Не утратило ДСАФ своего значения сегодня. О традициях и инновациях в Могилевской областной организации узнала наша съемочная группа. Организация ДСАФ известна подготовкой специалистов самых разных технических профессий. Однако для большинства объединение знакомо в первую очередь как кузница профессиональных автомобилистов. Путь будущих водителей здесь начинается в компьютерных классах. Перед тем, как сесть за руль, необходимо выучить правила дорожного движения. Для более удобного и наглядного обучения на компьютерах установлены специальные программы, помогающие закрепить пройденный материал. Здесь у нас в данном случае я открыла Б-категория. Б-категория как раз тренировка по главам. Здесь не только, можно сказать, занятия проходят, но и наши учащиеся дополнительно занимаются. Включаете тренировку по определенной теме и готовится к занятиям. По мнению специалистов из ДОСАФа, одной теории для обучения высококлассных специалистов недостаточно. Лабораторий для практических занятий учащихся знакомят с техническим оснащением их будущих транспортных средств. На данном месте выполняют регулировочные работы, проверку автомобиля, заводку автомобиля. И все, что необходимо знать по устройству автомобиля. Имеются разрезные агрегаты, имеются двигатели холодного запуска, где можно проверить, отрегулировать двигатель. Итоговым испытанием для будущего водителя становится автодром. Однако перед тем, как приступить к сдаче экзамена, учащиеся школы с транспортным средством знакомятся под контролем инструктора. Он помогает освоиться в машине, подсказывает, как лучше повести себя на том или ином участке дороги. После того, как человек прошел теоретический курс обучения, он приходит сюда на автодром и занимается здесь непосредственно автомобилем под присмотром инструктора. Значит, на автодроме он выполняет определенные упражнения, непосредственно которые ему объясняет и показывает инструктор. Вот, под полным его руководством, скажем так. Потом в процессе инструктор меньше и меньше ему подсказывает и смотрит, чтобы он уже самостоятельно в присутствии инструктора это начал выполнять. Воспитанники ДОСАФа покоряют не только дороги, но и небеса. Геннадий Быков уже более 20 лет занимается авиамоделированием. В какой-то момент решил поделиться знаниями и организовал целую секцию. В этой мастерской ребята месяцами собственными руками возводят модели самолетов. Занимаются у нас и ребята, и взрослые. Ребята с 9 лет, ну и взрослые там уже, и пенсионеры тоже есть. Могилевское отделение ДОСАФ гордится своей историей. Ее воспитанники участвовали в боях Великой Отечественной войны, занимали активную гражданскую и политическую позиции. Отдельно стоит отметить спортивные успехи организации. Ее учащиеся не раз становились призерами и победителями чемпионатов мира и республики. На территории Беларуси было 3 миллиона членов ДОСАФ. Это говорит о том, что все практически школьники, все рабочие служащие на предприятиях были членами ДОСАФ. Что и говорило о нашей доле в развитии Республики Беларусь. Богатая история и современный подход. Спустя 95 лет ДОСАФ по-прежнему остается школой воспитания высококлассных профессионалов и активных граждан общества. Могилевский музей Белынинского Бирули представляет публике Маковских, известную русскую творческую династию 19-го начала 20-го века. Маковские внесли значительный вклад в изобразительное искусство и художественное образование в России. И один из Маковских, Владимир, даже учил Витольда Белынинского Бирулю. Теперь и в Могилеве есть возможность познакомиться с произведениями маковских художников. Новые выставки в нашем сюжете. Существует огромное количество художественных династий. И вот династия Маковских – это одна из известнейших, талантливейших и дала миру огромное количество художников, скульпторов, графиков, живописцев. В мире немало творческих династий, семейной традицией которых стало служение искусству. Маковские – одни из них. Их творчество – интересная страница в истории русской культуры. А Владимир Маковский, живописец и педагог, имел отношение к становлению как художника уроженца Могилевской губернии Витольда Белынинского Бирули. Для нас эта выставка интересна и любопытна тем, что прежде всего мы знакомим нашего могилевского зрителя с замечательными творческими работами одного из первых и ярких преподавателей по Московскому училищу живописи и воянеизущества для Витольда Каэтановича Белынинского Бирули. Он в своем дневнике очень часто упоминает об этом художнике и рассказывает, что наиболее тонкого, просто на нервном чувственном восприятии мира он не знал художника и преподавателя. Константин Владимир Николай Маковский – это братья и художники. На выставке 44 живописных произведения из фондов Национального художественного музея Беларуси. Это чистейший русский реализм. Им интересно, что на этих полотнах много жанровых сцен, причем изображены в них простые люди. Некоторые из этих произведений вы наверняка видели в школьных учебниках. И, кстати, смотрят на эти картины тоже школьники, приехавшие на экскурсию из Дребенского района. Прежде всего, это большое разнообразие в творческом диапазоне. Это большой спектр по изучению и знакомству с творческими людьми, которые имеют мировую известность. И хотелось бы, конечно, чтобы и наши могилевчане к этим мировым именам тоже немножко привыкали. И знакомились не только по интернету и иллюстрациям, а с его оригиналом и вот этими замечательными шедеврами, которые мы представляем. Еще одна новая выставка в Могилевском музее Белынинского Бирули «Истоки вдохновения» от белорусского фотохудожника Василия Белякова. Эта выставка – посвящение Витальду Белынинскому Бирули в год его 150-летнего юбилея и год исторической памяти в Беларуси. Удивительный проект, который мы начали в прошлом году, и фотограф, путешественник Василий Беляков откликнулся на нашу просьбу совершить путешествие по тем местам, которые связаны с Витальдом Каэтановичем. Это, безусловно, самые удивительные и красивые места нашей родной Беларуси. На выставке почти полсотни фото белорусской природы. Они все были сделаны за несколько месяцев путешествий по нашей стране. Прежде всего, это реки Припять, Соши, Днепр, Белая дача под Минском, куда Белынинский Бируля приезжал в 1947 году и даже принимал в гостях Якуба Колоса. А также Синица с Петропавловской церковью – это тоже места известного художника. Снимки без цифровой обработки – это принципиальная позиция автора. И прекрасные места, которые когда-то посещал Белынинский Бируля, стали вдохновением и для нашего современника – фотохудожника Василия Белякова. Вся эта природа неброская, скромная, задумчивая, но уютная и спокойная. Особенно, если речь идет о весне, изменчивой и от того самой любимой паре года Витольда Каэтановича Белынинского Бируля. Это должно вдохновить наших жителей, нашей страны совершить путешествие по нашей Белоруссии. И, возможно, открыть хорошо знакомые места, но совсем другим взглядом посмотреть на это. Увидеть то, что когда-то ты, может быть, пропустил или не заметил. Почувствовать тонкость, удивительное состояние природы. Как, например, восходит солнце, или касаются первые лучи, первые листвы на деревьях. Потому что все-таки природа – это главное вдохновение художников и всех творческих людей Белоруссии. И две выставки в Могилевском музее Белынинского Бируля напомнят вам о том, что природа и искусство вечны, и их красота обязательно спасет мир. Духовно-просветительский центр при храме Святой Елисаветы в Бобруське в этом году будет отмечать 15-летие. В Могилевской области это единственное подобного рода учебное заведение для начальной школы. Здесь вместе с учебной программой, утвержденной Министерством образования, дети изучают основы православной культуры. В этом здании раньше был детский сад, сейчас – духовно-просветительский центр при храме Святой Елисаветы. В этом центре обучается одна параллель начальной школы третьей гимназии, то есть четыре класса по 20 человек в каждом. У нас школа государственная, и дети учатся в третьей гимназии, но находятся именно не в здании гимназии, а находятся здесь. Опыт уникален. Уникальность заключается именно в том, что учебный процесс проходит, скажем, своим чередом, но вместе с тем здесь есть достаточно серьезная поддержка со стороны духовного воспитания, со стороны именно церкви. И все это происходит благодаря именно таким энтузиастам, как Василий Анатольевич Баранчук, который является тоже депутатом Городского совета. Распорядок дня, как в обычной школе – уроки, тихий час, продленка, индивидуальное занятие. Но учебный процесс неразрывно связан с христианским воспитанием детей. К примеру, в субботу, как факультативное занятие вместе с родителями, дети посещают молебен, здесь же, в центре. Службу проводит священник храма Святой Елизаветы. Большим церковным праздником, к примеру, на Рождество, Пасху, школьники готовят спектакли и проводят выставки. Всему этому дети учатся на занятиях в кружках. Сама Божья Мать занималась рукоделием, поэтому мы их приучаем с первого класса трудиться, что-то создавать, створить своими ручками. Поэтому школа у нас уютная, красивая, детям здесь комфортабельно учиться. Ну и родители очень любят. Вот у нас даже одна девочка была здесь в первом классе, потом ушла в другую школу и сейчас вернулась обратно, потому что ей и маме здесь более уютно. За 15 лет своей деятельности духовно-просветительский центр завоевал популярность у жителей Бобруйска. У нас конкурс всегда есть в нашем, примерно на место полтора-два человека. Если мы набираем 20 человек, то вот на сегодняшний день у нас 38, уже сегодня в подготовительной группе занимаются 38 человек. Значит, это практически на одно место два человека. Для Бобруйска духовно-просветительский центр – это уникальный опыт, когда школьная программа тесно переплетена с основами православной культуры. В вопросе духовного воспитания детей объединились педагоги, священнослужители и спонсоры. Ведь формирование духовно-нравственной личности ребенка должно быть основано на традициях белорусского народа. И напоследок про дату, которая изменила наш мир. 11 марта 2020 года глава Всемирной организации здравоохранения объявил о том, что новое заболевание COVID-19 приобрело характер пандемии. Напомним, впервые этот коронавирус выявили в Китае в декабре 2019-го. И уже буквально через несколько месяцев заболевание приобрело планетарные масштабы. Но мы постепенно учились жить в новых условиях. А ведущие мировые вирусологические институты разработали вакцину от нового заболевания. И теперь она доступна каждому из нас. Но главное, в период ограничений и дистанцирования многие по-настоящему поняли, насколько цена каждая возможность проводить время со своими родными и друзьями. Дарите внимание и заботу друг другу. Берегите себя. Это программа «Днями». До встречи в эфире.